Здравствуйте! Как Марина Цветаева связана с Самарой и что делают горожане, чтобы сохранить память и литературное наследие поэта? Об этом говорим. В нашей студии заместитель директора по воспитательной работе школы номер 174 Анна Сидоршина и краевед Юрий Рощупкин. Здравствуйте! Здравствуйте! Даже пока я здоровалась, Анна Игоревна не могла оторваться от сборника стихов. Марина Цветаева, я думаю, что это вас увлекло и чем дальше, тем больше увлекает. Мы с вами уже встречались. Расскажите, пожалуйста, как сегодня обстоят дела, что происходит, связанное с этим именем в нашем городе и самые последние новости. Прошло уже много времени с тех пор, как была открыта мемориальная памятная доска в честь пребывания в нашем городе Марина Ивановна Цветаевой. И с тех пор проделана очень большая работа исследовательская нашими школьниками, педагогами, краеведами по изучению мест пребывания Марина Цветаевой в Самаре, в Самарском крае, не только ее, но и ее родных, ее друзей. Мы с легкой руки Юрия Митрофановича Рощепкина подготовили несколько экскурсий, связанных с этой темой. И еще будут экскурсии, да, Юрий Митрофанович? Наверное. И он и нам еще будет помогать. Вот поэтому мы развиваем эту тему и развиваем ее в нескольких направлениях. Во-первых, мы проводим экскурсии по цветаевским местам. Во-вторых, мы проводим цветаевские чтения. Вот уже третьи прошли. Вчера, не далее как, мы открыли цветаевскую комнату, и в этом году мы ее паспортизируем обязательно. Там очень уникальные материалы. К нам приезжала в прошлом году внучатая племянница Марина Ивановна Цветаевой. Ольга Андреевна Трухачева подарила музею будущему великолепные подлинные материалы. Газеты, журналы, книги, подписанные самой Анастасией Ивановной. Ну и, конечно, ей уже. Ольга Андреевна, кстати, тоже великолепный публицист, мемуарист. Она очень много пишет и о своих вот великих родственниках. И свои тоже впечатления. Популяризирует творчество Марины Цветаевой, Анастасии Цветаевой по всему миру. Можно так сказать, хотя живет в США, но приезжает к нам в Москву, и вот даже была у нас в Самаре. Ну, интерес не угасает. Хотелось бы у Юрия Митрофановича уточнить ваша личная мотивация. Почему вы обратились к творчеству и к личности Марины Цветаевой? В чем ваш интерес такой? Ну, это вообще-то большой разговор. Но я очень коротко как бы сжать его. Ну, дело в том, что я жил в Серпухово, это рядом с Тарус. Тарус – это Цветаевская мека. И я приобщился до того, что вклинился в это Цветаевское пространство, что все музеи Цветаевой, а их очень много, их девять в России, музеев девять официальных, государственных. Не каждый поэт имеет таких вот учреждений, такие вот учреждения. И поэтому я познакомился, потом начал работать там, у них понемножку помогать. Сейчас я стою тоже сотрудником Болшинского музея Марины Цветаевой. И когда я приехал в Самару, я живу на два фронта Москва-Самара, поэтому решила, почему бы мне не заняться Цветаевской Самарой. Ой, как звучит красиво. У нас есть космическая, купеческая, теперь еще и Цветаевская. Вот, ну, дело в том, что начиналось, я очень коротко, начиналось все с минимального, вот, с пропаганды, с удивления редакции газет, что не может быть. Ну, доказано это тем, что вот уже существует бренд Цветаевский костер в Тимашево. Уже восемь провели. Жалко, что ваш ГИС, он не может за пределы города показывать что-то. Это же область, да? Вот. Потом открытие вот мемориальной доски. И Анна Игровна, благодаря ее энтузиазму, загорелась, чтобы Самара не отставала от Тимашева и сделала то же самое. И эту тему хочу заканчивать. Какой мой интерес? Мой интерес – пропаганда. Я очень люблю Цветаеву, как выдающегося поэта, как сказал Иосиф Бродский, лауреат Нобелевской премии, что это самый крупный поэт 20 века. И его переспросили, а он так обернулся, середит, и сказал, я же сказал, 20 века, не только российского вообще, то есть он ее очень высоко ставит. Вот. Да, и вот как Анна Игоревна уже говорила, вы доказали, что две недели Марина Цветаева была самой. Ну, это не трудно было доказать. Это не трудно, потому что есть архивы. И, допустим, у меня в одном музее, не буду говорить в каком, работают тоже сотрудники, которых я попросил заглянуть в паспорт Марины Цветаевой, который хранится в Рогале, то есть Российской архивной литературы. И она меня, так сказать, обрадовала, что вторая прописка в этом паспорте была самарская. Вот какие новые детали вообще. Июль из 1911 года. А потом уже это дело было техниками. Я Мельникова подключилась, она очень известный тут тоже исследователь, и она мне нашла все эти исторические формуляры на Молодогвардейской. Я очень боялся, что дом этот снесен. И когда мы Мельникова посмотрела, говорит, этот дом существует, поздравляю, она зааплодировала. Но все-таки не каждый раз, как говорил Александр Кейзовальный, говорил, я не то, что сам делал, я подключал очень известных, уважаемых людей самар, и Завальный, и Добрусин, и Кабытов. То есть они очень многому не помогали, даже тем, что они соглашались со мною, и как бы говорили, да, надо делать, да, надо делать. В отличие от чиновников, многих, я не буду их называть, которые говорили, а зачем это надо? Ну, это сила инерции такая, она присутствует в жизни любого человека, несмотря на то, что чиновник, он или кто. Скажите, пожалуйста, Анна Игоревна, какие уже плоды, эффекты вы получили? Вот вы сказали, уже три года Цветаевские чтения, эта тема у вас идет, идет, идет. Что уже есть, что получается, какой результат? Результат – это вот экскурсии по городу, которые мы проводили даже в период чемпионата, и вы же нас снимали там, одну из таких экскурсий наших, вот для гостей города, для жителей города. Мы провели экскурсии для родителей нашей школы, для учителей нашей школы провели экскурсии, провели экскурсии для студентов, для школьников наших городских. Пригласили в нашу Цветаевскую комнату, и приглашаем очень многих желающих, к нам приходят, и дети подготовили экскурсии, обзорные по музейной комнате, и даже сняли об этом фильм. Этот фильм они разослали всем школам, и все школы знают об этом, то есть идет уже тут география уже такая расширяющаяся. Расширяющаяся, действительно. Вот. Дальше вот совсем недавно, в мае, мы проводили уникальнейшую экскурсию, тоже, кстати, по материалам Юрия Митрофановичевых статей, о месте пребывания Ариадная, фронт, дочери Марины Цветаевой, здесь у нас, в Самарской пересыльной тюрьме, в той тюрьме, где Солженицын, следом за ней, в 50-м году находился, она в 49-м. И там такие вообще потрясающие сведения, за Яровеселая, вот об этом книгу написала, да, Альфедерольф. Дочь нашего самарского писателя. Да, нашего самарского, кстати. Она, кстати, с ней в одной этой, в камере сидела, находилась. Смотрите, вот они переплетения-то вот, да, одна ниточка величет за собой другую ниточку, один проект величет за собой, еще другой оказалась. Вот недавно тоже мы открывали табличку на доме Волжины Екатерины Павловны Пешковой, жены Горького, видного общественного деятеля, тоже сняли вы об этом сюжет недавно. Вы сказали, да, переплетение, это действительно такой поэтический термин, даже вот претендует, наверное, на какую-то поэму, может быть, переплетение. Да, и вот она оказалась подругой тоже, Марина Ивановна Цветаева, и семьи вообще, и Цветаевых. Она девочек наставляла. И история, и творчество. Я немножко поправлюсь, что она, ну, не подруга конкретно, потому что она их намного была старше, но они схлестнулись впервые в Ялте, в Крыму, в 1904 году, когда там Пешкова уже, она с Горьким не жила, а занималась уже такой прогрессивной революционной деятельностью. А те приехали из-за границы, потому что умирала мать, и она должна была там пожить немножко. Вот они там с нею познакомились, и потом, что самое интересное, что когда она уже была общественной деятельницей большой, то она помогла и Анастасию Ивановну в первом аресте освободить. Вот. Это тоже очень такой уникальный случай. И кое-еще какие вещи. Муру помогала, то есть сыну Марина Цветаева. Все это вот так переплетается. Поездка в Соренто помогла организовывать. Да, вот об этом нужно рассказывать, чтобы мы знали и горожане, и не только горожане. Вот уже тут география такая широкая, из Америки прилетала. Да, да. Ольга Андреевна Трухачева, о чем в мчатой племяннице Марина Ивановна. Да, да, да. География просто расширяется благодаря имени поэта. А я хотела бы еще выточнить про творческую составляющую. Насколько поэт Цветаева сегодня может сподвигнуть, вдохновить на творчество юных людей, молодых. Пишут они стихи благодаря тому, что открываются глаза на поэзию душа. И вот оно как-то действует. Да еще какие. Вот, кстати, вчера была авторское творчество, работала секция авторское творчество. Как читали дети. Это просто чудо. А какие дивные стихи. Какие осмысленные, проникновенные. Вот видно сразу, что человек, ребенок, знакомый с творчеством, с жизнью великого поэта. И вот они пишут прекрасные стихи. Вот я девочку тоже вот свою сегодня привела. Она тоже читает стихи. Да, она появится во второй части нашей программы. Юрий Митрофанович, расскажите, пожалуйста, что нам нужно знать о поэте Цветаевой как о человеке, личности женщине? Я так скажу, что у нее очень трудная, трагическая судьба. Ну, не секрет, что она покончила жизнь самоубийством и неизвестно, где лежит. Все знают, что она в Елаву ее лежит, но никто конкретно точно не указал. Там три памятника поставлены на кладбище. И все претендуют. Они не претендуют, они просто одна от Министерства Татарстана, другая там чего-то еще. Я думаю, что как женщина, или еще не устоявшаяся женщина, она была счастлива очень редко. Но больше всего она была счастлива здесь, в Самаре. Ух ты! Да. Почему? Это все соглашаются со мной, все цветаевцы. Мы себя называем цветаевцами. Потому что она сюда приехала с будущим мужем Сергеем Эфроном, поселилась здесь, на теперешней Галактионовской, тогда Троицкой улице, напротив церкви, которой уже нету. И они здесь вдвоем были. Никого больше не было. Они были счастливы. После этого они поехали в Усень-Ивановский завод, в Башкирию, где пели в течение трех недель кумыс. Ходили по природе. Что может быть лучше? И она была счастлива только здесь. Все остальное у нее один ужас в жизни. Как часто судьба поэтов сопряжена с такими вот лишениями, горем, несчастьем? Да потому что не всегда поняты они бывают, поэты. Правду матку режут. А она не всем удобно и угодно. Знаете, вот вы спросили в самом начале нашей беседы о том, какое она впечатление производит. Вот Анна Игоревна знает это. А я дважды специально ходил, когда вот только доску остановили, и стоял там и смотрел. Когда люди видели это впервые, вот висит доска, и я смотрел на лица, как они перед... Реакция. Да, реакция передергалась. Кто-то удивленные глаза сделал, кто-то говорил, да ты что? То есть, кто-то снесли вдвоем. То есть, не могли этому поверить. Но вот, как я вам уже рассказывал перед передачей, о том, и такие варианты существуют, что им недоцветаевы люди. Жизнь такая, что не всегда это понятно. Но, в принципе, принимают очень здорово. Вообще, знаковые места, которые мы установили в нашей Самаре, они же очень привлекательны для жителей города и гостей города. Вот совершенно правильно сказал Алексей Сушен, Глеб Владимирович, что эти места теперь он будет в экскурсионном обслуживании обязательно иметь в виду. И не просто показывают, например, на дом Чапаевской, 98, а показывают на ту табличку, которая там висит. И, кстати, тоже подбегали, сфотографировали, когда повесили жители города и гости. Вот если можно, я неудобно перебью. Это тоже, наверное, интересно. Вот в проекте в дальнейшем будет много чего. Но мы считаем, вот я лично считаю, для Самары нужно обязательно вот этих табличек. Это же не доска большая, это просто табличка указывающая. Вот весь повесить на тех домах, где были представители выдающиеся Серебряного века, которые завязаны на Цветаеву в основном, но и не только на Цветаеву. То есть и Маяковский, и Пастернак, и Есенин, которые были в Самаре. Но почему бы люди не знали, что они подходят к дому, что здесь Сергей Александрович Есенин читал стихи. Это же очень интересно. Но пока до этого, вот мы только с ней вдвоем этим занимаемся, а такое ощущение, что никому это уж не надо, понимаете. Нет, я думаю, что это ошибочное ощущение, потому что очень много людей ценят, любят и дорожат историей. И нужна, конечно, пробивная сила, терпение, чтобы все это осуществить. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Всего хорошего. Мы сейчас посмотрим сюжет о том, как проходили Цветаевские чтения. И во второй части программы к нам придут учащиеся 174-я школа, которые любят, читают поэзию Цветаевой. Не слишком сердитесь на родителей. Помните, что они были вами, и вы будете ими. Когда увидите на дороге камень, уберите. Это строчки из письма детям поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой и первый опыт чтения ее прозы пятиклассницы Маргариты Маркерт. Этот текст она выбрала вместе с мамой Ольгой Барановой для того, чтобы прочитать его на Цветаевских чтениях. Выбирали произведение долго и тщательно, читали и обсуждали стихи, но остановились на прозе. Оно очень интересное, оно о главном, но очень просто и понятно написано, донесено такие очень важные жизненные истины. Маргарита на самом деле очень прониклась этим текстом. Чтения прошли в Самарской школе номер 174 уже в третий раз. В формате конкурса школьники читали стихи Цветаевой, свои произведения, связанные с творчеством автора, делали зарисовки. Организаторы говорят, школьники очень осознанно подошли к творчеству поэта, история которого тесно связана с нашим городом. Дети пришли уже более подготовленными. Они поняли, что чтение – это серьезный очень конкурс. Все-таки оно заслуживает большего внимания в Самаре, потому что здесь все члены семьи Цветаевой были в Самаре. Это вообще трудно представить другой город, кроме Москвы. Все – и отец, и мать. Лучшие чтецы и авторы получили почетные грамоты. Мы продолжаем программу. Я представляю следующих гостей в нашей студии Махина Кахарова и Никита Гулынин, учащиеся школой номер 174, чтецы и любители поэзии Цветаевой. Правильно я понимаю? Да, верно. Скажите, пожалуйста, Махина, как вам пришла такая идея, кто вас подтолкнул к тому, чтобы участвовать в цветаевских чтениях? И вообще, почему вам нравится этот поэт? Потому что я предполагаю, что он вам нравится. Я освещаюсь творчеством Марины Цветаевой. Мне нравятся ее стихотворения. Ну, это меня и подтолкнуло написать свои. Как давно вы увлеклись Цветаевой? Как это произошло? Кто вас познакомил с ней? С творчеством Марины Цветаевой меня познакомил замдиректор Сидоршина Анна Игоревна. Именно она меня подтолкнула на увлекаться этим творчеством. А что вам больше всего нравится в стихах? Ну, ее, как она передает чувства через эти стихотворения. Такая чувственная сторона. Но теперь остается спросить у Никиты, что вас трогает в творчестве Цветаевой. Чем вам интересны? Вы знаете, читая стихи Марина Цветаева, у нее самой была очень горькая жизнь. И это чувствуется во всех ее стихотворениях. Потому что даже вчера, когда проходили Цветаевские чтения, очень много стихотворений читают дети, которые говорят о грусти. Они тоскливые очень. Тоска по родине. по тому ужасному времени, которое было, которое коснулось семьи Марина Цветаева и ее друзей. Наверное, это трогает, потому что сочувствуешь ей, ее семье. Но и множество стихотворений в моем даже так сказать сборнике, которые я больше всего люблю. Это яркие произведения, очень эмоциональные, но на серьезные темы. Да, серьезный молодой человек. Стоит сказать о результатах, какие места вы заняли участвуя в чтении. Уже были третьи Цветаевские чтения городские. Это продвигался от третьего до первого? Да, мы их и сделали. Вот. В первых занял первое место, кажется, во-вторых, второе. И вчера занял все-таки первое снова. Понятно. Махина, какие успехи? Я участвовала в Цветаевских чтениях первый раз в этом году в направлении авторского стихотворения, и там безумного людей рассказывали очень красивые стихотворения, написанные ими. И мне очень понравилось участвовать. Что вы посетили, чтобы познакомиться поближе с поэтом, как с человеком, с личностью? Начать, наверное... Потому что нужно же не только читать, наверное, а если есть возможность, еще как-то прикоснуться. Начать, наверное, надо с того, с чего все это начиналось, потому что я, в первую очередь, был с этим незнаком, хотя очень давно этим занимаюсь, с 2016 года. и все началось с выпускников нашей школы, которые заметили в «Самарских судьбах», записки «Самарские судьбы» о пребывании Марины Святаевой в Самаре. Именно с этого все и началось. Я об этом не знал и даже, по-моему, никак не общался с Анной Игоревной, с Сидоршиной. Она рассказала, выдвинула идеи, такую инициативу проявила великолепно. Я участвовал уже в открытии мемориальной доски. Мы посетили все места пребывания ее в Самаре и ее друзей. У нас, поэтому, есть даже отдельная экскурсия о пребывании дочери Марины Святаевой в Самаре. Мы копались в архивах, узнали, где она поставила штамп о прописке на Садовой 54. Там был раньше, в 1911 году там был участок полицейский. Да. Интересно. Махина, вам что-то удалось как-то приобщиться, прикоснуться? Я познакомилась с творчеством Марины Святаевой только в 2018 году. Вот. И я сначала, поначалу, не все понимала, но уже потом меня начала тянуть в ее творчество и я начала буквально дышать ее творчеством. Понять сложно. Ну, правда, не все же проникают в суть, воспринимают так вот, ну, читают рифмы, да, рифмы, там, ну, что-то вот, да, вот, красиво, да, вот, там, чувственно, еще что-то. А как правильно, вот на ваш взгляд, как понимать стихотворение, как научиться это делать, что нужно для этого делать? Ну, надо их очень много читать, учить. Для начала. Во-первых, учиться выделять даже главную мысль стихотворения такое есть, делать контрасты, обращать внимание на определенные слова, понимать, где смысловое начало, где конец, где его середина, о чем вообще идет речь в этом стихе. Многие не понимают, о чем они читают. А научиться практика. Практика. Вот у художников есть такое понятие насмотренности, да? Вот чем больше смотришь картин, тем ты больше потом понимаешь, что там изображено вообще, не просто вот красивый пейзаж там или портрет и так далее. Получается, что с поэзией, с стихами, ну, приблизительно аналогичная ситуация. Какое любимое стихотворение у вас, Махина? Мое самое любимое это «Ошибка» и «Париж». Интересная подборка. Париж такой географический, да, ошибка уже такая вот. У вас есть сегодня возможность прочитать одно из этих стихотворений или любое другое. Познакомить, еще раз приобщить публику нашу, зрителей к творчеству Цветаевой. Что это будет? Какое стихотворение? Ошибка. Ошибка все-таки. Когда снежинку, что легко летает, как звездочка, упавшая скользя, берешь рукой, она слезинка тает, и возвратить воздушность ей нельзя. Когда, пленясь прозрачностью медузы, ее коснемся, мы капризом рук, она как пленник заключенной вузы. Вдруг побледнеет, погибнет вдруг. Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах видать не грезу, а земную быль. Где их наряд? От них на наших пальцах одна зарей раскрашенная пыль. Не тронь мотыльков с снежинками и не губи медузу на песках. Нельзя мечту свою держать в руках, нельзя мечту свою хватать руками. Нельзя тому, что было грустью зыбкой, сказать, горе безумств, твердей. Твоя любовь была такой ошибкой, но безлюбви мы гибнем, чародей. Спасибо. Удалось донести действительно такие точечные такие моменты, которые представляешь уже. Там даже медузы на песке, что там еще. Что значит талант? Никита, скажите, какие у вас амбиции? Как дальше вы будете с этим жить? Так хочется сказать. Потому что есть много конкурсов, чтецов и не только городского масштаба, но и так далее. Будете ли вы, может быть, сами пробовать писать стихи? Как вы будете связаны с поэзией? Уже участвовал в международном конкурсе «Цветаевский костер» тоже связанный с Марией Цветаевой. А вообще по возможности всегда участвую во всех конкурсах, где нужно читать стихи, представлять их. Схема та же. Чем больше читаешь, тем больше знаешь, как нужно. Да, да. Ну, просто является хобби моим. Я получаю от этого огромное удовольствие. Просто фурор для меня. А писать стихи нет, не собираюсь. я уже пробовал. А кто-то это оценил? Почему вы так сразу отрекаетесь? Мне самому не понравилось. Ну, знаете, надо, чтобы как-то было мнение тоже такое со стороны, потому что, мало ли, самому, может, и не нравится. Главное, чтобы себе нравилось. Такая позиция. Да. Вы сказали, что вы испытываете такое большое чувство, когда исполняете стихи. Ну, наверное, стоит и нам послушать, как это у вас получается. Тем более, что вы лауреат такого конкурса. Ну, 9 мая исполняется 75 лет победы, юбилей. И как раз в честь этого я в этом году выучил новое, пополнил сборник стихов. Стихотворение называется «Один офицер». Чешский лесок. Самый лесной. Год 938. День и месяц. Вершины эхом. День, как немцы входили к чехам. Лес мой кругом. Куст мой кругом. Дом мой кругом. Мой это дом. Леса не сдам. Дома не сдам. Край не сдам. Пяди не сдам. Лиственный мрак. Сердце испуг. Прусский лишак. Сердце ли стук. Лес мой, прощай. Край мой, прощай. Дом мой, прощай. Мой этот край. Пусть целый край к вражьим ногам. Я под ногой камня не сдам. То под сапог. Немцы. Листок. Немцы. Листок. Грохот. Желез. На громаду. Значит, страна. Так не сдана. Значит, война все же была. Край мой. Виват. Выкуси гер. 20 солдат. Один офицер. Как-то так. Спасибо. Спасибо. Вы выбрали такое стихотворение патриотической направленности. Да. Ну, это все потому что со мной связано. Я сам очень патриотичный человек и стихотворение, соответственно. Понятно. У нас остается не так много времени. Хотела бы у вас спросить таких практичных советов, которые пригодятся, может быть, другим. Как учить стихотворение, чтобы оно запомнилось? Потому что это же не всем легко дается. Это же нужно большие, довольно произведения запоминать. У вас есть уже какая-то методика наработанная? У меня, возможно, с опытом пришло. Возможно, память наработал. Я достаточно легко их все учу. Но раньше учишь, четверостишь. Если четверостишь, повторяешь следующее, повторяешь два, следующее, повторяешь три и так далее, и так далее, и так далее. Махина, а вам что позволяет держать в памяти учить? Мне кажется, вот если ты выучил, то не надо много повторять, так как когда ты очень много повторяешь, ты начинаешь забывать слова. И вот когда тебе надо что-то там, не знаю, рассказать стихотворение, и ты уже весь растерялся и не можешь ни слова связать. Ну, в общем, единой методики нет. Наверное, это все-таки индивидуальный подход у каждого, потому что... Ну что ж, спасибо большое за то, что, во-первых, вы этим занимаетесь, дарите поэзию другим, так как вы чтецы, чтобы люди и помнили, и знали. И очень ценно, что действительно Марина Цветаева связана с Самарой. И то, что вы патриот, это все здесь очень сходится, да? И Самара, и Цветаева. И пропаганда не хочется говорить, а вот именно вот отдача вот другим этого творчества. Спасибо еще раз, всего хорошего, успехов. Спасибо вам. До свидания, прощаюсь я и с вами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok